Яков должен был привести иска из Вавилона. Мы уже тоже упоминали раньше, что отношения евреев со своей страной, с РССЛ, отличаются от отношений других народов со своими странами. У всех народов родина мать, то есть страна рождает народ. Страна является матерью по отношению к народу. И только в еврейской духовной традиции и культурной традиции страна Израиля – это жена еврейского народа, вовсе не его мать. Потому что еврейский народ рождается вовсе не в своей стране. Еврейский народ рождается в Египте. И матерью еврейского народа является Египет. А вот отцом еврейского народа является Вавилон. Само понятие от Нила до Ефрата имеет не только диаграфическое, как вот что и страна Израиля от Нила до Ефрата, имеет совсем не только диаграфический смысл, но и духовный смысл. Поэтому страна Израиля соединяет Нил, египетскую цивилизацию, с Ефратом, вавилонской цивилизацией. Вавилон и Египет это две страны, которые питаются реками, исходящими из израильского сада. Поэтому они упомянуты в Таре в самом начале книги Бытия, когда еще вообще никакой диаграфии нет, есть только райский сад, и уже река вытекает из сада и разделяется на четыре руки. И дальше описано, что это Нил и тигры Ефрат, то есть вавилон и Египет. Вавилон и Египет это две цивилизации, исходящие из самой первоначальной, исходной, базовой духовности человечества, из реки райского сада. Но в жизни они дальше разделяются, а еврейские, наверное, должны их дальше соединить. И поэтому не случайно, например, что в Египте солнечная цивилизация и солнечный календарь, вавилоне лунная цивилизация и лунный календарь, а у евреев лунно-солнечный календарь, соединяющий эти два аспекта. И не случайно в Торе есть огромное число и ассоциаций на Вавилон, на законы Хамурапи, вообще на вавилонскую культуру того времени. И также на огромное число ассоциаций, разумеется, на Египет, на египетскую культуру, на противостояние, на выход из Египта, но вместе с тем на несение с собой золота изгнания, то есть на вынос золота из Египта. Это не только физического, естественно, золота, но и духовного. И евреи, вот это соединение в Иоанной Египте, это и есть соединение рек, выходящих из Иоанского сада. Именно евреи делают этот синтез, иудаизм, тара. А потом на базе иудаизма строятся дочерние предприятия. Христианство, как цивилизация солнечная, наследник Египта, но Египта, Греция, Рима, Средиземноморья, соответственно, у нее солнечный календарь. Ислам, как цивилизация лунная, она наследник Вавилона, и, соответственно, у нее лунный календарь. И поэтому еврейство, соединяя реки, выходящие из Иоанского сада, возвращает их к корню монотеизма. А уже потом на основании иудаизма строятся дочерние предприятия, соответствующие разным культурам, через которые еврейская идея идет человечеству. И в этом плане есть сначала индивидуум, который находится в Вавилоне и Египте. Это Авраам. Авраам выходит из Вавилона, дальше спускается в Египет и выходит из Египта. Это путь индивидуума. А Яков, это уже народ фактически. Яков с его женами и детьми, это уже народ. И он тоже должен появиться сначала в Вавилоне, и это соответствует появлению ребенка из отца. А дальше семья Якова идет в Египет, спускается в Египет, и это соответствует процессу зачатия. Египет это мать еврейского народа, чтобы уже дальше потом из нее, из Египта, в одни еврейский народ. И поэтому Яков должен был увезти с собой овец вавилонских. Так же, как евреи позже внесут с собой золото Египта, Яков выводит с собой овец из Вавилона. И поэтому Яков не может вывезти из Вавилона только свою семью, то есть жену и детей. Ему также нужно имущество. И однако, этот выход из изгнания всегда сопряжен с проблемами, с риском, с критическим положением, когда можно погибнуть. Поэтому не случайно Яков еле уворачивается от Лавана, даже еврейский народ впоследствии еле уворачивается от Вавилона. И тем не менее, без такого пути полного опасности и сложностей создание народа было бы невозможно. И в общем-то это создание осуществляет Яков. Продолжение следует...